Что такое раскаивание? Раскаивание — это аскеза, которая возникает в результате Совета Старших. Пытайтесь понять такую вещь, что когда человек совершает неправильный поступок, неправильное событие приходит в жизнь, то человеку не за что раскаиваться, он не считает себя виновным. Веды объясняют, что первое, что приходит в сердце после совершения греховного поступка, это вера в этот поступок. Допустим, человек взял, бросил жену, и первое, что приходит в его жизнь, он чувствует, что с этой женщиной жить лучше, ему эта жизнь больше нравится, он чувствует, что поступил абсолютно правильно, и никаких проблем нет. Но кто решает, правильно мы поступили или нет? Кто решает? Кто решает? Бог решает. Это его мир, а не наш. Мы здесь учебу проходим, а он здесь создает законы. Это он решает, как здесь сердце. Мы можем что угодно решить. Бог решает, где правда, где нет. Поэтому нужно послушаться старших. Это редкий случай, когда старший говорит тебе, слушай, ты давай-ка это, хватит дурака-то валять, у тебя есть семья, возвращайся назад. Думаете, в это время хочется возвращаться? Думаете, в это время человек верит, что он должен возвращаться? Нет. Он не чувствует себя виновным вообще. Он знает тысячу причин, почему он ушел, и почему Бог ему дал другого человека. У него нет сомнений, что это правильное событие все происходит. Мы же страдаем в отношениях друг с другом, поэтому есть причины, от чего я ушел. Когда человек начинает молиться, то в это время первое, что приходит, это то, что появляется отрезление. Ну, допустим, вы совершили какое-то событие, допустим, аборт, и думаете, да, нормально, все делают аборт, что какие-то проблемы. Лединарич уже загибает, что он про аборт-то начал говорить. У меня же не было никаких шансов выносить этого ребенка, у нас не было денег и так далее. Ситуация такая, негде жить. Есть же разные ситуации. Вот. То есть человека, есть тысяча причин, почему он сделал аборт. Вот это уже ничего не меняется в жизни-то. Правильно? И человек начинает молитву. Первое, что происходит, это реальность приходит. Реальность такова, что появился на свет человек, его убили. Человек когда появляется на свет? Когда женщина говорит, у меня что-то месячных нет, нет, это же нет. Вот тогда человек появляется на свет. Это время. Понятна система, да? Когда человек появляется. Не когда он уже его видно. Ну вот еще тогда появляется на свет. Вот. И если уж так случилось, что вы лишили его жизни, то ничего страшного. Надо просто молиться. Нужно совершать молитву. И первое, что приходит, вы понимаете объем работы. Вы понимаете, что вот поступок совершен вот такой, и что за это придется отвечать по-любому. И дальше ничего страшного, вы соглашаетесь со всем. Вы говорите, я согласна на то, чтобы отвечать за это, за все. И продолжайте думать о святом человеке, кланяться. То есть вы перевариваете сначала свою вину. Ее переварить непросто. Нужно реально концентрироваться на звуке святого человека. Своими силами это сделать невозможно. Даже отрезветь своими силами невозможно. Все равно будет тысяча объяснений, почему я это сделал. А потом, когда человек кланится, 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 раз, наступает чувство, что все нормально, все как бы вот поступок, вот страдания, которые я за него должна получить. И я сейчас молюсь, и что дальше происходит? А дальше страдания превращаются в знания. Что такое страдание? Это страх. То есть есть объем работы, есть поступок. На кухню заглядываешь, там такой бардак. Страх. Назад. Все. Это первое, что происходит. Но ты как бы молишься, молишься, потом на кухню заглядываешь, так, несколько вдохов и выдохов. И все. Это твоя кухня. Это твоя жизнь. Это твоя кухня. И ты просто берешь и начинаешь понемножечку от печки. То есть потихоньку начинаешь убираться, потихонечку, помаленечку. И в молитве постепенно страдания, вот эти вот объем работы превращаются в знания. Чем дальше человек молится, тем он больше понимает, зачем не надо делать аборты. И самое последнее понимание, знаете, какое? Не одна женщина рассказала, что когда она в молитве реально осознала, что не надо делать аборты, она получила знания о том, что когда ребенок появляется в утробе матери, Бог в сердце этого ребенка обеспечивает всю его жизнь. Если, допустим, у вас нет достатка, то Бог сделает так, что на ребенка хватит. Вы слышали меня? Услышали или нет? То есть Бог обеспечивает ребенку жизнь, если мы сами позволяем это сделать. Если мы как бы свою теорию не выдвигаем о том, как будет жизнь протекать. Поймите, что мы не можем сами себе даже работу найти. Некоторые люди... Сейчас отвечу. Сейчас дам возможность вам спросить. Некоторые люди даже не понимают, что если бы они по-другому думали, все было бы по-другому. То есть они не понимают, что даже на работу устроиться невозможно самому. Все равно нужна санкция Бога на это. Невозможно ни с кем познакомиться самому. Все происходит по воле высших сил. Бог соединяет нас с работодателем. У него в сердце появляется желание принять на работу. Он у тебя начинает верить. Бог в сердце дает ему веру. Бог дает веру в отношения между людьми. Люди начинают приклеиваться друг к другу, не могут друг друга бросить. Это все происходит по воле Бога. Точно так же Бог обеспечивает ребенка, который в утробе находится, всем необходимым в жизни. Как Он это делает? Он вызывает сильную любовь у родителей. Эти родители настолько сильно Его любят, что ребенку даже легче выжить, чем взрослому. Часто люди свою жизнь отдают взамен на жизни ребенка. Понимаете? Ребенок остается жить, а родители погибают. Такое много раз бывает, потому что Бог дает такую силу в сердце ребенку, что родители Его так любят, что они готовы за Него даже жизнь свою отдать. Это по воле Бога все происходит. Поэтому не надо думать, что как бы ребенок забеременело. Вот кто сейчас забеременело, а денег нет? Поднимите руку. Что, у вас не беременели сейчас, что ли? Беременные стесняются, они стесняются, сглазят, сейчас не буду поднимать. Нормально, хорошо. Я понял. Ваш вопрос. Микрофорчик. Микрофорчик. Мне нравится ли то, что женщина, она повышающая, то есть, на неповышающую, повышающую, проявляющую милость, на ребенка, на улице, Владимир Троя, является ли это тем, что Бога успешен, и с ними предоставит? Вы знаете, в основном, вот послушайте меня, в основном, честно, да? Честно, да? В основном, если женщина нуждается в деньгах, она не попрошайничает. Бывает, что она просит, но делает она это не так, как вы говорите. Она может где-то в уголочке встать, поплакать, в основном возле храма. Она стоит и говорит, у меня что-то такая ситуация, совсем денежек нет. И она каждый день это не делает, а делает тогда, когда уже совсем не в моготу. Это такой случай тоже возможен. Но если человек очень активно просит деньги, с ребенком ходит, то это, ну, так она работает, просто зарабатывает на жизнь. Почему она так делает? Ну, потому что тоже такова ситуация в жизни. Такой человек живет в невежестве, она не знает, как жить по-другому, понимаете? И вы, если денежку ей даете, нормально, но вместе с денежкой давайте ей милость свою. Скажите ей в сердце, в своем, пускай она найдет себе работу, живет по-человечеству. Вот это очень важно сказать такому человеку, чтобы его сердце растаяло. У меня была такая ситуация, одна женщина всегда стояла и просила милостыни. Я в Москве жил в это время. И я ходил мимо, иногда давал, иногда не давал. Вот. Ну, я знал, что она эти деньги пропивает. И разок мне иногда дарят шоколадки, а я их не ем. Жена не ест. Я эти шоколадки даю вот таким вот людям, которые нуждаются. Вот. Она стояла, уже не просила ничего, она была пьяненькая и на всех ругалась, стояла. То есть она обычно просит милостыню. Когда ей надают, она пойдет выпьет. И на тех же людей, которые просят милосты, она материт всех по дороге. Вот стоит, проходят люди, и она их материт. И в это время, когда она ругалась на всех людей, которые проходили, я подошел к ней и дал ей шоколадку. Она перестала материться. Взяла шоколадку. Шоколадка дорогая, большая, такая красивая. Как сейчас помню. Она взяла шоколадку. Вот так смотрит на нее, оценивает. Оценивает стоимость, все как бы. Знаете, следующая реакция какая? Она судорожно начала ее распечатывать прямо при мне. Потому что она верила, что там не шоколад. Что я ее обманул, и сейчас у нее не будет возможность меня обматерить. Потому что я еще не ушел. А я стоял и смотрел на нее с любовью. И когда она увидела, что там шоколад самый настоящий, в следующей стадии она все-таки лереяла надежду, что все-таки не шоколад. Она взяла одну плиточку, положила в рот, начала жевать. И когда она почувствовала этот вкус дорогой, вот этого шоколада, тогда она, в ней что-то произошло с головой. Она реально, вот это, ну, сострадание, вот это, то, что я в это время хотел ей пожелать всего самого лучшего, она это получила в свое сердце. И у нее сердце произошли перемены серьезные. Я не знаю, что дальше там с ней было. Но так или иначе, мы должны вот такие вещи делать. Цель ведь не просто дать ему хлеб, чтобы он заткнулся, а цель помочь человеку, который не понимает, как жить правильно, понимаете, у него он запутался в жизни просто. Он такой же, как мы человек, просто судьба так его зажала, так сильно сделала такую, такую, как бы, котлету из него, что он вот таким стал. Такой ответ на ваш вопрос. А давать вам этой женщине или нет, решайте сами. Я считаю, что давать пищу надо любому человеку, который просит. А деньги лучше только знакомым. То есть, ты знаешь, что вот бабушка живет какая-то нищая у тебя по соседству, а ей нечего есть, звони ей в квартиру, давай ей деньги. Это будет точно от Бога. Потому что люди, которые голодают, обычно не просят, они просто мучаются и все. Некоторые по мусоркам ходят, попираются. Если вы увидели, человек такой, оглядывается по сторонам, из мусорки пытается что-то вытащить, но стесняется, надо дать ему денег. То сто процентов будет правильным. А если просто ходит, ему уже все равно, то скорее всего, этот человек, который нуждается в молитве уже, не в деньгах, и просто пищи. Всегда дать ему пищу, это будет правильно тоже. Такой ответ на ваш вопрос. Как повлиять на близких и родственников и помочь им не страдать? Этот вопрос волнует многих людей. Я сначала вам сейчас скажу вообще к стадии развития Личности. Давайте начнем с самого низа. То есть, если у человека стопроцентное понимание, что он только сам может сделать свою жизнь счастливой, ему вообще на всех наплевать, он считает, что надо прилагать огромные свои усилия и карать всех, кто против меня. Это называется жизнь невежести. Когда человек живет невежести, он деградирует. То есть, это состояние означает, что Бог очень далеко. Как выглядят те люди, которые живут невежести? Обычно они очень грубо обращаются со всеми. Женщины часто живут невежести и испытывают жуткую депрессию и как бы они очень инертно себя ведут в жизни. Им не хочется ни работать, ни делать ничего. Просто в депрессии они обижены на близкого человека обычно сильно и не хотят ни жить, ни делать ничего, никому-то помогать. Мужчины в невежестве часто пьют или употребляют наркотики. Некоторые люди, живя в невежестве, начинают становиться очень злыми и занимаются бандитизмом или черными какими-то злыми махинациями. То есть деньги незаконным путем вытаскивают людей из жизни. Ну то есть жизнь в невежестве всегда приводит к тому, что насилие становится все ближе и ближе к человеку. Можно даже жить в невежестве, управляя целой страной. Понимаете, грабить, грабить, грабить всех. Потом это все возвращается очень серьезно и может так серьезно возвратиться, что Бог с тобой ничего не будет делать, не будет делать с твоими близкими, чтобы ты от этого страдал. Понимаете, то есть всегда, когда человек живет в невежестве, хоть он интеллигентный, хоть неинтеллигентный, хоть могущественный, хоть немогущественный, дальше это все заканчивается жуткими страданиями. Потому что это вообще не способ жить. Понимаете, человек не должен так жить, хоть ты сильный, хоть не сильный, хоть власть в твоих руках, хоть не в твоих.